ну что всем доброе утро петушки поют птички чирикают красота на самом деле ты так ну когда живешь в городе ты так остро ощущаешь ты так остро ощущаешь тот момент что человеку важно быть близко к природе потому что когда ты далеко от нее то все как-то печально кто-то такие хорошенькие кто хорошенький и горка и горушка ку-ку где и горка где и горка а вот он ку-ку отогнула поля то чтобы не снимали кукусики там как в клетке выглядывает что там бабушка делает а где игрушечки тадим где игрушечки у нас вот они игрушечки егор нельзя снимать надевай обратно надевай снял теперь надевай нельзя снимать надевай дима надевай давай на голову давай давай ай сидят малыш и сами уселись друг другом рядом и сидят ты зачем диму в упасишь глади диму надо дима хороший и горка хороший и дима хороший насиделись да вот так сил и горка до сел то что это значит ну залезай дима вон до стола доехал да в панамках под террасой потому что приучаем не потому что тут палящее солнце то что надо приучить чтоб не снимали как мы прыгаем на батуте вот так весело просто безудержное веселье у нас особенно у димы да привет привет мы снова с вами мы снова вместе как ваше настроение рассказываете вот у нас что касается всяких карантинов и всему тому подобному то продлили в краснодарском крае до 23 мая пока что но вроде как с первого июня начнут открывать санатории и люди якобы смогут поехать на и люди смогут поехать на побережье но что-то там какие-то нюансы якобы что если заранее была куплена путевка давным-давно да то как бы люди поедут или что у них уже должна быть путевка на руках но в общем не буду вдаваться подробностей я особо не вникала Кристина с дедушкой ходит на рыбалку на море и ну как бы там они стараются держаться подальше от людей но все таки еще не открыт сезон поэтому народу не шибко много в общем ребенок развлекается и хорошо потому что ну так сидеть тоже знаете ей скучно потому что ну конечно с малышами так не поиграешь как если бы она играла с сестрами со своими как они тут носились каждый год вот а так ей конечно скучно и в общем пусть лоит такие вот у нас дела малыши у нас активные супер активные все надо везде надо и приходится за ним везде бегать в прямом смысле этого слова естественно бегут они в разные стороны и от этого конечно тяжеловато но ничего страшного все пройдет и это тоже знаете и дети вообще быстро растут потом сидеть жалеть о том что вроде как мало времени потратил на ребенка тоже жалко так пошла к детям это что это такое ты куда залез ты куда залез что это вообще вы устроили такое а что это такое ты сейчас упадешь слезай давай вот это если что я отвлеклась на 2 минуты на 2 понимаете что это такое Дима что это такое собирайте быстро игрушки на место Егор на место складывай игрушки иди складывай на место Егор не надо меня игнорировать ага ну в общем то теперь вы видите все что на ручки на ручки деловой пошли игрушки сначала соберем да как собираем игрушки покажи покажешь как будем собирать игрушечки а ты пирамидку строишь ну тоже правильно вот так так Егор вредитель сижу я тут собиралась красить ногти я уже не знаю за сколько лет я решила покрасить ногти обычным лаком ну как решила просто потому что у меня здесь нет гель-лака и что-то покупать его пока не хочется вот и что касаемо вот этого средства могу всем рекомендовать у кого там слоятся ногти или у кого они слабые очень даже хорошо он укрепляет ногтевую пластину она не слоится действительно становится жестче в общем и даже с ней реально отрастить ногти вот так что советую вам всем кому нужно что-то сделать собственными ногтями в лучшую сторону слушайте кубик это просто нечто он возомнил себя сторожевой собакой здесь и он лает постоянно просто постоянно что-то бегает куда-то постоянно что-то его не устраивает все звуки вокруг его не устраивают он считает что все везде должно быть тихо видимо в общем это что-то с чем-то а дети у нас спят Кристиша включи пожалуйста няню вон она бабушка модная в наушниках а у нас представляете нас лишили газа 3 дня не будет да во всем поселке не будет 3 дня газа и мы без газа поэтому теперь у нас есть такая плиточка электрическая бабушка супчик варит так у нас сегодня опять ветер в общем жары походу можно не ждать не такое ощущение вчера была жара вчера была жара ну не особо-то жарко было тепло да но не жарко а мы идем в сад так Кристина нам сегодня уже клубнички пособирала уже вкусненько покушали стой начало вот оно начало какое начало сад то там что то салат ну салат ладно мы упустим салат из виду так стоп давай рассказывай экскурсовод это земляника угу он вот тут вот уже поспевает вот такая понятно земляничка это кружовник крыжовник кружовник да это что это лук я срываю из вот таких шапочек почему потому что их очень тяжело будет снимать так может наоборот с шапочками надо снимать срывать нет нет это семена у него в шапочках вот там малина возле забора это как чеснок это чеснок такой вверху это не чеснок это семена у него пойдем дальше вон малина да я уже сказала про малину а вы любите кстати крыжовник я люблю но он еще совсем маленький помидоры где все грядки помидоров где дедушка не слышит пойдем а что ты огурцы мимо прошла огурцы помидоры помидоры сколько у нас помидор ров или помидор а вот это что за дерево черешни черешни и не было в прошлом году а это орех еще фундук еще земляничка и вон там тоже и вон там тоже ну да а это что за кустик знаешь это черная смородина смородина я тоже знаю что это смородина а вот это хурма же правильно это хурма там смородина все вон там ознакомьтесь это улечка так это у нас черешни нет это вишня да подножки это кто это яблоня семеренка да семеренка вот инжир инжир я тоже знаю видите подпевает из яблоки это двадцать пятого подпеем ну проверим проверим дедушка говорит что двадцать пятого будем есть вот вот нет не трогай не трогай пусть спеет вот клубника вон там начинается клубника и вот тут вон там заканчивается дуб так я тоже очищал и мама дуб какой дуб это орех а орехи вон видишь поросли убиралась ну правильно дуб это малина а вот это у нас что где это груша груша ну орех я понимаю что это а вот это слива да слива черношлива так это тоже орех а это что это тоже слива что ли это тоже слива маленькая это да посадили пушниковые ренклот так что ренклот ренклот это айва айва почему я не знаю что ты все вырубаешь то пусть растет это вон это яблоневая хурма это тоже малина а она тоже поздняя ну она все поздние хурма это малина это малина это малина лучшее сердце хурма еще хурма а вот это это яблоня это яблоня а вот это вот в навесах вот это что виноград какой обычный ну который у бабушки на юности армянский винный а вот это тоже он это киви а вот она киви актиниди киви малина да малина то я видела вот малина тоже это вот киви видишь беседки делали а где сами киви киви они в сентябре а да ладно да они поздние да так она вообще дает уже нет плоды нет еще вот и сколько она на седьмой год у нас и сколько а это что это пончар что это такое черная армянская капуста вон там она а это вот эта высокая которая а вот это что за дерево это блепиха твоя любимая а ну да моя любимая ага вот здесь чтобы не топтать тут фасоль зашла вот а там кабачки вот смотрите фасоль кабачки это яблони можно огурцы не наступать да мы по тропинке идем а зачем ты огурцы под яблоню посадил это да это орех ой знакомьтесь это божья кровь это не орех это папа сказал я сказал вот это орех айва что ли так иди по тропинке а тут дедушка насажал вдоль тропинок это виноград а вот капуста про которую он только что там говорил охрана территории не трогай пусть лежит Кристина сейчас буду рассказывать про кошку это фикс 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 фиксуля фиксик черный фиксик черный это персинка пугливая кошка Фикс но она ко мне уже привыкла hu к ней очень-очень осторожно надо идти это персин а это мой любимый коротк ризык Рыжик, мой маленький котик Персинка, мама Рыжика Вот такой Мой маленький Рыжик Иди Рыжик, Рыжик, покажи себя Я вот так вот умею Вон там в кустиках амбре Сидит Вот это пятнышко Мама амбре Вон что-то она делает А мы вчера с мамой читали предварительный прогноз погоды на лето по всей России В общем все как-то не очень радужно Потому что в общем погода сошла с ума Так же как и весь мир видимо И на юге допустим Будет очень жарко Очень сухо Вот А к сентябрю якобы Будет очень сильный ветер То есть будут всякие там ураганы, смерчи И все такое Вот А допустим в Сибири все лето будет очень жарко И там 35-40 градусов в Питере, в Москве Обещают То есть там будет в прямом смысле плавится асфальт И представляете как в городах выживать в таких условиях Я просто помню Когда была беременна Кристина И в Питере реально было очень жаркое лето в то время Я ходила на работу И мы реально там умирали просто И тогда я работала в Сбербанке И там не работал кондиционер И не поверите Даже в такую жару Никто не шевелился его починить То есть мы так все лето И в общем умирали там в офисе А никого это не интересовало А вот Так что я просто знаю что такое жаркое лето Когда там очень жарко в городе Когда есть асфальт Ну на самом деле Хорошо что у нас теперь есть дача Что хотя бы Саше можно было допустим Поехать на природу И там как-то побыть Не рядом с бетоном вокруг Вот поэтому Вообще конечно Природа сходит с ума Мир сходит с ума И все вокруг не так Как было И могло бы быть То есть наверное мы сами все портим Людям я имею ввиду Вот поэтому Посмотрим конечно Прогнозы синоптиков Это такая себе вещь Сегодня она такая А завтра она не такая То есть они на завтра Это не всегда правильно Присказывают погоду Но суть все-таки Такая И даже видите У нас тут Уже середина мая А мы В кофтах Потому что реально холодный ветер Хотя он и южный вроде бы Но реально очень холодно Ну как очень холодно Ну прохладно Скажем так То есть без кофты Некомфортно Ну что ты сидишь ждешь Черный мой друг Звучит как расизм Правда? Но по факту Скажи я же черный Так Сейчас подожди Шторку Мы тут решили Второй завтрак устроить Так что будем сегодня Пить чай на террасе Вообще все лето Мы обычно так и делаем Мы всегда Кушаем Завтракаем Обедаем Ужинаем В общем постоянно Прием пищи У нас на террасе Но в этом году Что-то все как-то запоздало В этом плане Вчера вот не было ветра Ну вчера было более-менее Да Похоже на Южный май Скажем так Но Что-то как-то Недолго-то все продлилось Давай вот сюда По Кристине И другую салфеточку Так что приятного нам аппетита И вам Если вы тоже кушаете Кстати хочу вам показать Мы вот любим Мама у меня вообще На завтрак чтенька ест Вот такие вот Крем-фишка Альмар с креветками И вот на такие хлебцы Да И Кристина тоже любит Вот такие хлебцы Елизавета они называются Очень вкусно Они знаете Такие нежные Как вафельки Вот И намазывайте Там либо сыр плавленый Либо вот такие вот креветки Очень вкусненько А еще мы тут открыли Для себя Что если на эти вафли Намазать вареную сгущенку И сверху вот так Еще одну вафлю положить Это просто супер вкусно Это знаете Вообще не отличить по вкусу От трубочек Вот этих сахарных Да Со сгущенкой Или там от орешков Но по калорийности Конечно С хлебцами Это более позитивно И очень-очень вкусно Так что попробуйте Мы едем на Айдар Вы угадаете почему? Потому что у нас Мультерпарка сломалась И мы едем за Новым На Айдар Там стоит еще одна У нас как назло сломалась Короче газа нет И сломалась противарка А готовить надо И в общем Никто не предупредил Что газа не будет В общем Несколько дней Не будет газа И вы же понимаете То что Никто был не готов К такому повороту событий О, сейчас самое крутое Начинается Блиу Блиу Брык скок Блиу Да, у нас еще никто Ни разу в этом году Не ездил туда И мы первые Никакая дорога Никто не пустит Все, мы пришли Так Тут все, видите Уличная тут стоит А вот оно море В этом году Мы первый раз Поведим только так Вот И вам покажу Как красиво Так беленько Не сделано Это будто рисунок Вот Хотела подышать Увидеть А здесь Вот, видите В прошлом году Высаживали Под окном Отгадайте Кто участвовал В этом процессе Кто это все Организовывал Мама Нет Моя мама Красота Воздух такой Свежий Морской Хотела это все Пожалуйста Смотри А у нас сегодня Вот такой вот завтрак Это барабуля Второй завтрак Да Зачем ты палишь нас Что мы столько едим Это Ставрида У Кристюши Там самая большая Барабуля Которую они вчера С дедушкой поймали Ну ее Лично поймала Кристина Еще потом У кошки Отвоевывало Потому что кошка Сперла из ведра ее В общем Целая эпопея С рыбой Это мамина И на десерт У нас Как я вам говорила Очень вкусно Вот это Сгущенка И вот эти Вот вафельки Попробуйте Если вы Сладкоежки То я думаю Вам понравится Она Приятного аппетита Кристина Будет кормить Остатками рыбы Кошек Смотрите Это просто Хвост трубой Вперед Вперед Паровозы бегут Любимое занятие Кормить кошек У нас сегодня Малыши Трапезничать На террасе будут А я И тоже Ты тоже Ну хорошо У нас сегодня Прям тепло Ветер есть Но он Такой теплый Птичка Ты отсюда Видишь Красивое Оно или нет Так что Сегодня У нас Красота Что там Листики Какие большие Шевелятся Да Да Пока Малыши не едят Я поем Рыбку Второй раз Дедушка Пожар Пожар Рыбку Не будет Зато я Это барабуля Это ставли Что там такое Где листики Шевелятся Птички Чик-чирик 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 Листики Листики Чик-чирик Ну у нас Тоже Может быть Листики Согласна Птички Чик-чирик Чик-чирик Листики Уже Чик-чирик Птички Егор Все Взять Чик-чирик Шек вкусно Пахнет Ты что ты готовишь Что Рыба Пахнет Рыба Пахнет Дим Димка Так Сейчас Мамины волосы Будут у вас В супе Ветер Как-то У меня А здесь Зеленая Димка Так Вот так Вот кушают Малыши По-царски Пока мама обедает Малыши Созерцают Картину мира Практически Все Вышли дружки гулять Сейчас Машинки Кристина Вам достанет Сейчас Вот у нас Розы Расцвели Кто-то же Любит Розы Вот Еще Распускаются Эти прям Огромные Смотрите Какой огромный Бутон Красавчик Мне кажется Пионы С каждым Днем Все Больше И больше Становятся Очень Большие Ну привет Балдежник Что ты Делаешь Охрана Охрана Встает Охрана Такой Просто Вообще Некогда Тобой Заняться Некогда Ну ладно Ты вроде Ничего Так Ублюдишь Если Подальше Отойти Кубик Это Вот Любимое Занятие Вот так Перебирать Лапами Да Кубик У тебя Отпуск Я поняла Да Ты кланишься Что Это Просто Нереально Красиво И Вкусно Пахнет Красота Прям Забываю Как он Называется Мам Как этот Куст Называется Ну Вот Этот Белый Это Жасмин Белый 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 Убил Белый Субтитры создавал DimaTorzok